Здравствуйте, сегодня у нас в студии Марина Морозова, член общественной организации восстановления, которая пытается доказать, что вот уже несколько лет потребители Владимира переплачивают за тепло. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Расскажите, пожалуйста, о вашей инициативе. Почему вы считаете, что мы платим за тепло больше, чем нужно? Дело в том, что мы бороться начали с 2009 года, когда город перешел с 7-месячного, отопление на 12-месячное. Здесь сразу показало то, что и нормативы сразу увеличились. Ладно, растет стоимость гигакалорий, она еще как-то обоснована все-таки ВКСом, и это везде она растет, не только в нашем городе Владимире. А получилось в 2009 году, когда разработали новые нормативы и перевели нас на 12-месячное отопление, которое якобы должно было облегчить жизнь горожанам, получилось немножечко обратное. Непонятно, кем разработались нормативы, непонятно, откуда они взялись. Мы были вынуждены собрать инициативную группу, проездить по домам, встретиться. Когда мы собрали инициативную группу и встретили, 53 дома собрали, тогда только нас услышала администрация. Но в сфере новых событий, вот постановление, значит, если привязываться к 306-м правилам, у нас получается, что там четко прописано, что раз в три года, в течение трех лет, должны пересматриваться нормативы, как в сторону увеличения, так в сторону уменьшения. Там влияют две в основном величины, это температурный режим, среднегодовой, и сколько суток. Сейчас снизился, если в 2008-м, когда закладывались нормативы, было минус 3,5, нормативы на этот, температурный градус разрабатывался, и было то, что 214 суток, отопительный период. Сейчас мы получили официальную бумагу от ВКС, когда встречались с ними. Они нам дали то, что сейчас 208 суток отопительный период, и температура с 2006 по 2012 составила минус 1,7 по Владимирской области. То есть это средняя какая-то температура? Да, среднегодовая, да, это температура. То есть в сфере вот этих всех изменений должны пересмотреть нормативы, должно произойти перерасчет. То есть они должны взять, посмотреть, раз уменьшилась температура, то значит отопление, по идее, должно было меньше потратиться. Но почему-то никто не хочет этого делать. Мы сейчас вышли в прокуратуру в областную с этим, как раз с тем, что изменения должны произойти. Мы выходили на горсовет тоже с этим, о том, что кто-то должен ведь за это отвечать, кто-то должен нести какую-то ответственность. Тем более сейчас из города передали нормативы в область. Как недавно мы выяснили, что оказывается не вся область жила на тех нормативах, на которых жили мы. То город Владимир жил, Ковров, допустим, не жил. И поэтому очень много всяких противоречивых документов, которые нам удалось собрать за вот эти годы с девятого и до сегодняшнего дня, мы так и ходим, мы так и не оставляем. Большое бремя ляжет на дома пониженной капитальности. То есть если раньше входили в дома пониженной капитальности до 1958 года постройки, то теперь в сфере новых правил игры будут дома все двухэтажные до 1999 года постройки, где будет самый высокий норматив. То есть это в пределах, если будет какое-то подорожание, ну примерно даже увеличение на 100 рублей гикокалорий до 2015 года, это будет в пределах 70-80 рублей квадратный метр. Плюс еще подъезды войдут. Мы еще будем отапливать подъезды с 18-градусным температурным режимом в подъезде. Хотя все знают, у всех подъезды, и в высотных домах, и в маленьких домах, там нет 18-ти градусов в подъезде. Но мы будем это оплачивать, исходя из нормы 18-ти градусов в подъезде. Когда это будет? Это будет уже с 2015 года, вот поэтому мы сейчас и начали ходить, и начали биться с тем, что так-то не было вот этих зим, о которых нам говорили. Мы потому что когда ходили в АКС, когда ходили в администрацию города, мы сказали, вы знаете, какая была зима, вы знаете, какие были зимы. Сейчас в фере новых событий по телевизору мы слышим, что зимы, оказывается, те были не такие холодные. Это только в этом году должна быть зима очень-очень холодная. Так спрашивается, откуда в 2-3 раза вырастают нормативы. Гикокалория растет, это, то есть, каждый в квиточке может увидеть. Стоимость гикокалорий, это там 1488 на сегодняшний день. И норматив там также есть, 0,0, там у кого 189, у кого 199. То есть, вот эти вот величины, они там стоят у жителей. И понимаете, получается, что они почему-то все растут и растут. А вот сейчас по этой проблеме с температурой вы подали в прокуратуру, да? То есть, вы ждете ее ответа. И что будет дальше, что вы намерены дальше делать? Вот мы посмотрим, что ответит нам на это прокуратура, потому что мы подали 29-го, 11-го, вот буквально не так давно на этой неделе подали. Сейчас мы готовим в прокуратуру также по домам пониженной капитальности, потому что доказательная база очень большая. Вот будем смотреть, что сначала ответят они. Но мы не оставим, мы все равно, нам деваться некуда, мы будем бороться. Ну, то есть, если прокуратура согласится с вашими доводами, то уже она будет принимать в суд и окончательное решение будет принимать в суд. Да, мы надеемся, что нас поддержат и депутаты города, потому что мы выходили в Горсовет с этим, все-таки депутатов избирают наши жители. И вот это вот тяжелое бремя вот этих выплат, конечно, ложится на жителей. Мы думаем, что город должен поддержать область как-то, все-таки кто-то должен быть заинтересован в своих гражданах. Или это просто-напросто мы будем бороться тогда, жители объединятся, бороться сами, другого выхода у нас нет. Марина, вот если вы говорите, что температура была выше, да, вот эти последние зимы, если бы пересчитали этот норматив, насколько он мог бы, по-вашему, уменьшиться? Ну, вы знаете, здесь просто-напросто конкретно нельзя сказать, насколько, потому что они разделили в 2009 году по разным типажам домов. То есть здесь у каждого, у каждого типа, да, могут быть свои. Ну, хотя бы какие-то границы. Ну, может быть, рублей 20 где-то, 10-15% мы считали. Вот мы приблизительно брали, так уж по минимуму, не то, что там сколько, а по минимуму брали. 10-15% ежемесячно, это все-таки ощутимая сумма для людей. А кто должен принять вот это волевое решение, что по этой температуре департамент ценностарев? И с какого года? Вот с этого, по идее, да? Нет, и вообще-то пересмотр нормативов должен быть перерасчет, как в квиточечках также все пишут, что 3 года мы имеем право на решение этого вопроса. Мы считаем, что это 9-й, 10-й, 11-й год. А уж как пойдут власти на это, кто будет это инсценировать, и вообще услышат ли они об этом, обратят ли внимание на все это, и что они нам напишут, очередную отписку, или действительно их заинтересует этот вопрос. Но пока сказать за них этого не можем. И вот теперь давайте по этим маленьким старым домам. Вы уже сказали, что ждет их повышение нормативов. В связи с чем? Ну, вы знаете, опять же, они как-то просчитывают. Расчетов нам никто не предоставил и не показал. Я была в ВКС неоднократно, неоднократно не складывая разные методики, не могут вывести нас на то, сколько наш дом потребил. Хотя у меня официальные бумаги. Вот есть выборка за последние 5 лет, что больше, чем 35 гигакалорий дом не тратит. Оплачиваем мы 51. Спрашивается, куда девается разница. Но с 2015 мы будем оплачивать 65 гигакалорий. То есть растет не только стоимость ее, но растет почему-то адекватно. В 2008 году один был норматив, дом-то не увеличился. Он как был, так и стоит. В 2009, значит, увеличилось. В 2015 еще будет увеличиваться. А где это написано, что вот с 2015 года будет вот эти вот педиски? А у нас есть ответ уже от департамента ценно-тарифов. То есть у них уже есть эти цены? То есть с 2015 года она будет стоять 0,0406. Понимаете? То есть это получается разница немаленькая. То есть вот чтобы было понятно, эти дома, там счетчики вообще не предусмотрены, да? То есть все остальные-то будут уже по счетчику платить? Да, двухэтажные дома. Двухэтажные дома. Нерентабельно ставить счетчики, потому что живет народу очень мало. Дома сами по себе очень маленькие. И как говорят все об этом, что счетчики ставить там просто-напросто никто не будет. То есть и закон разрешает не ставить? Да, и закон разрешает. Но и на индивидуальное отопление не отпускают эти дома. Получается, что жители в этих домах, которые самые незащищенные слои населения, будут нести большое бремя. И по отоплению. И также это будет по... Сейчас вводится новая строка оплаты. Это по видам домов. Это будет вот эта копилочка, как они ее называют, на ремонт домов. То есть сейчас мы платим на текущий ремонт, а то мы будем платить на капитальный ремонт. И там от 5 до 10 рублей. То есть ценовая политика начинает с 5. То есть 5 рублей это новострой, которые не так давно построены. И по мере годов. То есть опять же получается, что вот эти все дома, которые старых годов в постройке, представьте вот эти 10 рублей на квадратный метр. Так это все выше и выше. И отопление, и со всех сторон, получается, вот те люди, которые живут в таких домах, будут нести самое большое бремя. И вот по этим домам что вы собираетесь предпринимать? По этим домам мы сейчас тоже готовим в прокуратуру, потому что у нас по этим домам вообще доказательная база очень большая. И вот будем смотреть, что будет происходить. Тем более в этих домах живут все наши, в основном очень много участников, которые в нашу организацию общественных правозащитников входят, в основном живут в двухэтажных именно таких домах. Нам отступать вообще некуда.